доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 15 мая 2024 года вы посмотрите какое безобразие у меня творится на улице у меня гуляют девчонки и щенки декабрьские и у щенков декабрьских это можно сказать вторая прогулка потому что у нас только-только наладилась погода мы сидели дома было холодно сыро сегодня они вышли погулять у нас из этих барлин не уши ой господи ну как всегда наш водолаз но прохладно еще ребята вообще-то бассейн добрали просто тупо попить водички более ну не уши оттас обещают жаркое лето мы подготовили два бассейна один новый один от прошлогодний мы еще тут ничего особо не намывали не начищали пока хватает работы по огороду люси прекрати на меня скакать вот и в компанию вот этой молодежи из которых смелая у нас только магнолия которая вчера самостоятельно спускалась по лесенке и забиралась на лесенку вот именно она сейчас целует нашего бориса старичка нашего это единственный мальчик из взрослых в этой компании магнолия несмотря на то что на самая маленькая самая нежная и хрупкая самостоятельно спускалась с лесенки и поднималась по лесенке обратно домой а вот эти остальные толстые попы люсик тебе это не относится он ты мне прыгаешь на ноги вот не пойму зачем не пойму зачем кто чем занят кто травку ест кто в бассейне плавает кто хулиганит вот эти толстые задницы стали лаять и кидаться на бориса когда он вышел погулять вместе с ними сами от горшка два вершка еще собственно говоря совсем совсем не взрослые более того еще и бояться тут сами всего но бориса облаять святое дело вот кто такой вот невоспитанный в доме у нас на старую взрослую собаку кидать борь травы то другой нет я не знаю папа дырки закапывал от брюса накидал тут земли травы навалом пока вот косим только частями частями собираю тут мой дадим словом потихоньку пытаемся наводить порядок да пойдемте где почище вот тут тут где-то строительные работы у нас где-то у нас еще что-то есть у нас территория где вполне себе нормально гулять по дуванчиком но почему-то вот компания у нас хулиганствует так на этом видео у меня гуляют и наши собаки от симонушка и щенки которые готовы к переезду в новый дом например декабрьские вот малыши магнолия милана лаэрт легенда я не знаю получится у меня кого-то тут поймать в кадр не получится не знаю сейчас будем пробовать идем на дуванчике зиночка у нас в продаже цена 70 тысяч рублей жаклин у нас продажится на 80 тысяч рублей так кого тут поймать милана у нас продажится на 120 тысяч рублей декабрьский малыш да да-да-да мина милана вот милана у меня крепышечка толстушечка лаэрт о да не знаю как вас снимать ребята все вокруг меня так магнолия путаю постоянно милана и магнолия две сестры господи фазанчики утро начинается всем весело и фазанам тоже до джулия в продаже цена 70 тысяч рублей кстати здесь афродита у нас генри это у каждого из этих щенков есть индивидуальное видео с ценой видео в стоечке сейчас если вот так погода наладится будем делать новые индивидуальные видео обновлять информацию вот это генри это она нашла какую-то косточку трава еще в россии у нас раннее утро но мы уже активно гуляем да нам весело есения ну в общем тут девочек очень очень и очень много готовых к переезду в новый дом и стоимость каждой девочки индивидуально конечно же зависит от качества ее экстерьера но начиная с малышки миланы которая к сожалению вот из-за активных игр и прогулок вот тут вот подрались они была у нее травма пришлось удалить один глазик она у нас стоит 25 тысяч рублей дата рождения 12 декабря 2023 года остальные старше и цены также от 25 тысяч но цена 25 35 тысяч рублей это на тех самых щенков которые имеют какие-то отклонения от стандарта породы не встали ушки там не туда вырос зуб такие отклонения которые не влияют на здоровье но влияют на стоимость и на скажем право участие в разведении на выставку может пойти любой хоть какие отклонения вам просто скажут что у вас вот такие недостатки поэтому вы можете идти домой вы в целом хорошие здоровые крепкие добренькие собачки но в разведении вы участвовать не будете все вот как бы вся проблема вот в остальном все собаки получают одинаковое питание содержание прививки осмотры анализы профилактически брюс поработал опять что-то порвал ворох синтепона и так каждое утро ладного уборка в доме так еще и уборка по всему участку после брюса брюс это наша западно-сибирская лайка которому недавно исполнилось два года вот его маме уже 10 лет будет в этом году ой вот она совершенно спокойная собака папа тут вот он где землю брал копал тут слив делал так у нас стройка везде и всюду идет и продолжается отсюда у нас где-то лишние кусочки земли травы ого строительные материалы что вы на джулю сегодня ополчились вы то чего господи тараканы вот мелкие же еще крутые то такие вот такие крутые то вышли так не трогаем он нормально вообще рита а я говорю порядочная так ну-ка разошлись не трогаем джульку джульку не трогаем а вот смотрите джуля молодец не отвечает а эти три шоколадины тут собрались генри это которая у нас сама-то от горшка два вершка маленькая по весу и по размеру ой ой мелкота лает вы посмотрите это мелкота у нас такая крутая в доме второй день на улице уже такие все крутые ну и в кадр еще не поймать он там поняла я не знаю как их показывать так кто у меня туда-то запрыгнул посмотрите на них а не зачем нет дырок там нет это просто под лестнице они генриета вылезай зачем ты туда залез а вон они куда залезли понятно чем пройдут и те еще сама залезла сама вылезай все свернули развернули перевернули залезли куда нельзя куда можно утро начинается до борюшка бедный ходит горе господи как когда это закончится она понятно там брюс выкопал яму брюс у нас постоянно ловит крысок рита я не буду тебя нахваливать я всегда те нахваливала ты кусаешься так не где-то два года нам предстоит еще терпеть вот это хулиган хулиганство от брюса вот так взрослеют долго крупные породы собак вот лайки западно-сибирские у нас такая же ситуация была с его мамой пока она была молодая тоже перекапывала все грядки хулиганила всевозможна в общем пока не повзрослела не успокоилась ну что делать с чихуашками таких проблем нет они взрослеют гораздо быстрее теперь сеньку гоняют ой господи гораздо быстрее становятся спокойные проходят вот эти все моменты возрастных изменений в поведении и скажем после года вполне себе все адекватные собачки ребята хотела поснимать видео подольше да ну чё теперь на осенью напали эти на джулю рита так а что вам не нравится в собаке работал вчера не доработал убрал инструменты господи так ну-ка не трогать рита да что же это такое рита смотри я ее хвалила все дорогие друзья я буду тут опять заниматься воспитанием вот этой молодежи неугомонной так увидимся с вами в новых видео всем пока пока и до новых встреч и и и и Продолжение следует...